В Брама Вайбарта Пуране в Ганешканде одна кавача была дана Господом Шивы Парашурами, Кришна Кавача. И также он слышал, что в Кали-Югу только Нарисимха Кавача действенна. Поэтому, практически, может ли он принимать это? Это правильно или нет? Нужно ли, практично ли использовать кавачи? Эти кавачи — это нечто внешнее. Мантра нам благотворны и абсолютно могущественны, совершенно могущественны. Кавач призваны внешне оказать помощь и имеют меньшую значимость. Имя и Господь, Которого называют этим именем, суть — одно. И этого достаточно. Мы можем принять в качестве помощи, но это не слишком важно. Кришна Акавач или Нарисимха Акавач. Мы можем их принимать как помощь в нашем Бхаджане, но нет ценой веры в имя. Нам Бхаджан — это лучшее явление. А эти мантры призваны помочь Нам Бхаджане, Гайтри мантры. Кришну нам Бхаджан — это высочайшее явление, и со всей концентрацией мы должны придерживаться этого явления и рассматривать другие явления, как призванные помочь. До известной степени они могут быть позволены, но не следует придавать большое значение использованию внешних как одежды для защиты, нечто в этом роде. Но нет особой беды, если мы принимаем Кришну Акавач или Нарисимха Акавачу, а если мы понимаем, что они призваны помочь моей жизни в Нам Бхаджане. Таким образом, крайне преданные, радикальные преданные Кришны не боятся внешних трудностей. Скорее, они призывают их, как Кунти Деви, царица Кунти. Она говорит, пусть внешние опасности приходят, меня это не заботит. Но эти Кавачи подразумевают стремление обрести защиту, защититься поверхностных трудностей. В целом, они предназначены для этого. Они призваны помочь, поэтому могут быть приемлемы, но, тем не менее, в высшей форме Бхаджана все зависит от Его воли. Я могу быть в опасности или в благоприятной обстановке. Я буду продолжать мой Нам Бхаджан. Я не забочусь о внешних условиях, которые могут приходить ко мне согласно моей прошлой карме. Я могу находиться в аду, или я могу находиться на небесах, или где угодно. Я не буду тратить свою энергию в другом направлении, нежели в направлении Нам Бхаджана. Они могут приходить ко мне, как Прохлад Махарадж и другие, но меня это не заботит. Я не буду молиться Кришне о благоприятных обстоятельствах. Я буду использовать энергию определенным образом, и я буду обращаться к Нему, молясь о том, чтобы, да, будет твоя сладостная воля победоносной, если необходимо для твоего сладостного наслаждения убить меня, я готов. Я раб. У тебя все права на меня. Ты можешь сделать со мной все, что угодно. С такой идеей, таким представлением мы должны обращаться, и то будет поклонение высшего качества. Качество нашего Бхаджана будет таким. Я не ищу комфорта на пути своего Бхаджаны, и я также не хочу комфорта от Него. Кришна, защити меня. Я иду к Тебе. Пожалуйста, устрой мою защиту. Но более чистый тип Бхаджаны, такая позиция. Ты можешь делать все, что захочешь. Я хочу служения Тебе. Твоя сладостная воля, да будет она удовлетворена Мною. Я хочу этого. Самозабвение. Служение Кришне. Полное самозабвение. Тотальное. Концентрация исключительно на том, как я могу удовлетворить Тебя. А любые опасности, которые могут возникнуть на пути, они не отвлекут мое внимание от этой высшей потребности. Качество и интенсивность уменьшатся, если мы хотим находиться в безопасности, идя по пути. Я хочу Твоего удовлетворения. И следует быть самозабвенным в этих попытках, насколько это возможно. Но, согласно способности Адхикару, можно искать некую защиту на пути. Это терпимо. Может быть терпимо. Но не есть высочайший идеал. Защита на пути. Я иду к Тебе. Пожалуйста, защити меня. Это Твоя сладостная воля. Махараша, астрология. Ответ на вопрос об астрологии содержится в ответе на предыдущий вопрос о Кавачах. Я хочу сказать, что Махапрабху жил в Пури 24 года непрерывно. 18 лет постоянно жил. Последние шесть лет преданные из различных частей Бенгалии приходили к нему во время Радхаядри. Затем Адвайта Ачарья написал письмо Махапрабху. И после этого преданные из Бенгалии в целом не посещали Пури и Махапрабху. 12 лет так было. 12 лет они не могли принять участие в церемонии Радхаядри, как и прежде. Но это не означает, что они оставили Махапрабху. 12 лет Махапрабху находился в изоляции в обществе Сварупа Дамодара и Раманандара. Но обычные люди или поклонники Махапрабху не могли посещать его. Это не означает, что позиция Махапрабху изменилась. Его позицию следует оценивать с другой точки зрения. Внешние критерии не имеют значения, когда речь идет о внутренних ценностях. А что он спрашивает? Астрология. Я хотел бы спросить об астрологии. Я изучал астрологию и стал составлять карты, астрологические карты для преданных. И я увидел, что эти карты подобны фотографии личности. Но как и насколько и может ли астрология быть использована в жизни, в преданности? Какое благо астрология может принести преданным? Подобно тому, как образование общего характера и другие явления необходимы, деньги, образование, физическая сила, могут быть использованы в проповеди. Они носят вспомогательный характер, они слишком важны. В целом, публику массы привлекают астрологию. И мы можем таким образом привлечь их внимание. И Тамал Кришна рассказывал, в Китай. Я поеду и открою там общежитие. Люди будут приходить, и я буду стараться проповедовать им. Как Харидас Намачарья раздавал сладости мальчикам, а затем просил их призывать имя Кришны, раздавал сладости, а затем просил говорить их Кришну произносить нечто в этом роде. Астрология призвана создать некую убежденность в публике, в том, что этот астролог, он человек высокого уровня, я должен следовать ему. И постепенно так людей можно привести на истинный путь. Это может быть Анукула. Благоприятный, да. Благоприятный. Благоприятный шаг. Ну, что говорить обо всех этих вещах? Это даже знание, образование. И байрагья означает равнодушие, отречение. Все это также не есть часть подлинной преданности. Байрагья. Отречение, отсутствие вкуса к мирским реалиям. Скажем, принимать просаду раз в день, или носить минимум одежды, и тому подобные вещи. Равнодушие ко всему в этом мире. И знание. Гьяна и байрагья. Собственность школы йоги и гьяны. Все это не есть часть преданности. Что же говорить о других явлениях? Гьяна и байрагья. Подлинные гьяны и байрагья придут как следствие бхакте, как результат преданности. Подлинные отрешенности, подлинные знания придут. В противном случае, обычное знание и обычно апатия к мирским реалиям не могут породить подлинную преданность. Эмпирический метод. Попытка отречься или попытка обрести знания. Я достигну бхакти? Нет. Бхакти является причиной бхакти. Преданность причина самой себе. Когда мы обретаем подлинную преданность, реальная байрагья, отрешенности знания приходят естественным образом. Это нормально. В противном случае, обычная отрешенность, дух отвлечения и знания мирских реалий не могут породить истинную преданность. Знания астрологии или научные знания. Эйнштейн, математика. Могут привлечь внимание обычных людей к проповеднику. И затем он может открыть им, что есть чистая преданность. Это тот же самый прием — раздавать сладости, а затем рассказывать о Господе Кришне. Самое сладкое — это Кришна. Вы можете с таким же успехом обрести знание, умение гипнотизировать. Вам кто-то приходит, вы его гипнотизируете и рассказываете ему о Кришне. Это все искусственно. С целью пленить ум, опровергнуть, низвергнуть ментальную гордость с другой стороны, сокрушить и затем помочь им прийти к преданию, раздать им нечто подлинное. Можно использовать таким образом. Я уже три года провел саньяса Аширамы. Я прошу Вашу Божественную милость дать наставления, практические советы о том, как жить в этом астре, общаться с Высшим Вашнавом и продолжать выполнять долг, обязанности. Всегда находиться в обществе Высшего Вашнава. Это даст вам жизненные силы. Что бы Вы ни делали, самое важное — поддерживать внутреннюю жизненную силу, дух. И источником жизненной силы этой мощи могут быть динамо, то есть Вашнава. Благодаря их обществу Вы можете продолжать идти вперед. И жизненная сила уменьшается, если эта связь отсутствует. Духовная жизненная сила и динамо — источником жизненной силы, духовной силы — являются Вашнавы. В отсутствие Вашнавов в Писании могут прийти нам на помощь, Бхагаватам и другие. Произведения с Вами Махараджа доступны на Вашем языке. Бхагаваши — Субтитры создавал DimaTorzok Да, я считаю себя удачливым, если я могу совершать какое-то служение ему. Мы считаем нас, себя удачливыми. Я не в силах выразить мое удовлетворение. Он искренний человек. Да, в высшей степени искренний. Нет ограничений в его желании обрести связь без границ. Отличный. 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 Он не для самозащиты. Ради защиты себя Он защитит меня. Но в случае Ваашнава Гуру божества можно применять все, что угодно, Все ресурсы использовать, мы должны быть готовы оставить жизнь. Конечно, это зависит от личной реализации, такая позиция. Если искренность намерения присутствует, тогда в крайних случаях оружие, физические средства могут быть использованы. Субтитры создавал DimaTorzok